Эмоции меняют нашу жизнь. Внешние силы проверяют нас на прочность. Что делает нас сильней и как наш внутренний мир влияет на физическое здоровье. Все это в программе «Мир внутри нас». Ревность в паре. Это любовь или то, что ей мешает? Говорим об этом с известным лектором Юрием Луценко. Ревность в паре. Разве вы можете пожелать любимому, что соперница, которая дарит ему радость, скончалась бы в муках или что-нибудь поинтеллигентнее? Если так, вы не любите его, а любите себя и рассматриваете только свою проблему, а его интересы не в счет. Эмоция ревности несет в себе заряд зла. Она противозаконна и никакого отношения к любви не имеет. Творец наделил нас свободой выбора, и каждый из нас хочет жить так, как он хочет и с кем хочет. Но такой свободы мы не заслуживаем. Жить, как хотим, не получается. Мешает карма? То есть та сумма грехов, которая неискупленным шлейфом так и тащится за каждым. Да еще новые и новые грехи делают все тяжелее нашу ношу. Когда настоящей любви нет, нет и верности настоящей. Об этом тоже Библия говорит. По причине умножения беззакония во многих гладеет любовь. Беззаконие в данном контексте и есть наша неугасающая греховность, которая мешает любить. Ревность и обидчивость, зависть и сварливость, эгоизм и лживость, похотливость и так далее, и так далее, и так далее. Какой-то набор из этих качеств есть в каждой паре. Если что-то хорошее, красивое в отношениях зарождается, эти эмоции все быстро гасят. Есть ли выход? Да. Есть ли серьезный и реально побороться со своими недостатками? Нет терпения или воли? Или вы вообще не верите в такую возможность? А вы пробовали? Ведь не даром же сказаны Сыном Божьим. Ищите и найдете, стучите и отворится вам.